Такой вопрос, если можно, прям очень коротко мы пройдёмся по нашей заготовленной картинке. Мы хотим поговорить о том, как внешне могут себя проявлять внутренние болезни органов пищеварения. Потому как нам известно, что кожа иногда нам сигнализирует о том, что пора к гастроэнтерологу. Пожалуйста. Безусловно. Каждый знает, что если произошло изменение кожных покровов и произошло пожелтение склер и кожи, это желтуха. И это либо инфекционный гепатит А или Б, и тут, понятно, нужна помощь инфекциониста, либо это проявление уже тяжёлого заболевания печени. Понятно, что в такой ситуации без проведения диагностики не обойтись. Надо, наверное, напомнить нашим зрителям, что печень тоже относится к пищеварительному тракту. И очень важному органу пищеварения. Хорошо, пожалуйста, идем дальше. Сейчас это забывают. Если мы говорим про сухость кожных покровов, ну понятно, зимой просто у нас в силу погодных условий все мы вынуждены пользоваться разными кремами, да, для того, чтобы кожу защитить. Но вообще говоря, это может быть следствием нарушения поступления ряда витаминов. А они откуда поступают и где вырабатываются? Из желудочно-кишечного тракта. Из желудочно-кишечного тракта. Да, то есть это может быть следствием такого нарушения поступления пищи, то есть нарушения одной из функций органов пищеварения. Пищеварение – переваривание и усвоение пищи. Заеды вокруг рта – то же самое. Это может касаться того, что есть витаминный дефицит и одна из причин – патология органов пищеварения. Заеды – это изменения в уголках рта, наверное, да, потому что не все знают, как это называется, когда такие появляются кровавые немножко пятнышки в уголках рта, да, мы называем их заедами. Неприятный запах изо рта. Ой, это отдельная проблема. Холитоз – многих это беспокоит, и причины самые разные. Для этого, конечно, мы обычно начинаем с обсуждения состояния и гигиены полости рта, и это первое, что мы делаем. Но одна из причин того же холитоза, неприятного выдыхаемого воздуха – та же хеликобактерная инфекция. То есть это тоже основание для проведения теста на хеликобактерную инфекцию лечения. То есть такие сигнальчики, которые подает нам наш организм для того, чтобы мы все-таки дошли до врача-гастроэнтролога.